а это бывший нацистский преступник представляете друзья там все у них пронизано вот этих клоун борис джонсон лохматый такой блондин крашеный опять там приезжал в киев обнимался зеленским кушали чай пили там что-то еще на выпивали обсуждали привет привет мои дорогие друзья сегодня 9 апреля 2022 с утра посмотрел рано утром фильм михаила левонтьева название не запомнил то что не сначала смотрел вообще как все это образовывалось вот этот нацизм на украине вот этот экстремальный национализм нацизм кто его взращивал но безусловно касса это все очень очень давно шло но на что я обратил внимание смотрите что происходило вообще не понятно чем наша внешняя разведка занималась начиная советская внешняя разведка ссср конечно они все это знали начиная с сорок шестого года и расцвет вот этой всей вот это букет нацистский который развивался сначала значит в капиталистических странах там фрг далее в европе везде марши начались вот эти там какой-то конгресс по борьбе с коммунизмом они создали и все это расцветало бурным светом вот эти все шушкевич и там все это мразь блин показывали вот этих ющенко вот этот президент украины свободный был его супруга там жена не все проходили стажировки в американских различных обществах но в общем там очень сложная тема фильм михаила леонтьева надо смотреть снова те кто не видел я это пересказать не могу но смотрите что какая картина складывается вместо того чтобы заняться вот этим вопросом сохранением рубежей нашей родины ссср и в частности вот этот национализм он с огромной скоростью начал расцветать именно на украине вместо этого андропов и устинов вводят войска в афганистан то есть складывается впечатление что нас обманули то есть обманули внешнюю разведку советского союза перенаправили вектор силы нашей мощи армии не на укрепление границ и не на борьбу с нацистами внутри с ячейками нацизма внутри советского союза а удар на афганистан против в общем-то бедного народа который никогда ничего против советского союза против советской власти не имел афганский народ всегда был дружен с нами советскими людьми и вся вот эта мощь она была направлена в афган разрушительная мощная мощь советской армии советских спецслужб кгб и так далее так далее то есть получается что нас повернули от опасных тенденций возрождения нацизма в европе в частности в восточной европе и далее на украине нас повернули в сторону востока афганистана представляете какая мощная у них получилась разведывательная такая операция которая была начиная сорок шестого года когда американцы все это янки американцы англичане вся вот эта внешняя их не разведка они приутили у себя приутили нацистских генералов и полковников вот эта разведка разведка нато разведка внешние сша это через одного это бывшие полковники генералы третьего германского нацистского рейха помощники гитлера вот их всех приютила вот эта разведка вообще очень неприятная такая тенденция то есть ты западный разведчик но это не человек который как говорится добрый честный и которые разведывательную деятельность ведет в целях своего государства это бывший нацистский преступник представляете друзья там все у них пронизано вот этим все вот этими гитлеризмом недобитым все пронизано внешняя политика соединенных штатов и вот этот блок нато мы теперь видим что с него сброшены маски это по сути своей продолжатель дела третьего рейха и еще сегодня вот фильм посмотрел наш знаменитый про великую отечественную войну художественный фильм очень тяжелый иди и смотри посмотрел некоторые моменты не смог смотреть но сам посмотрел весь фильм безусловно классный мощный фильм про гитлеризм про захватчиков в общем вот такие мысли друзья и снова и снова ловлю себя на мысли что сейчас современная наша российская армия парни мужики герои настоящие но практически воюют они сейчас борются со всем блоком нато то есть подготовлен с высокоподготовленными военными которые продали душу сатане уже давно вот эти натовцы все и они постоянно подбрасывают масло в огонь новые поставки оружия на украину и так далее так далее вот этот клоун борис джонсон лохматый такой блондин крашеный опять там приезжал в киев обнимался зеленским кушали чай пили там что-то еще на выпивали обсуждали проблемы европы фашизм не пройдет друзья не пройдет то есть пока у нас такие парни служат нашей армии конечно гордость гордость берет вверх за нашу армию и генерал-майор коношенков продолжает нормальные такие репортажи я смотрю что армия продолжает наносить мощные удары по нацистским и гнездам в украине так что народ украины мы вам поможем поможем сбросить себя вот эту коричневую мразь сейчас шел по улице и вот сюда на прогулку на речку и какие-то парни стоят их раньше не видел выпивают пиво вдоль реки у скамейки в камуфляже друг друга что-то подкалывают такие странные что-то словечки какие-то пролетают нерусские там и один другого ну ты чё это я же мразь чё ты но я хотел не подойти туда говорили меня хотел узнать откуда они прибыли вообще кто кто такие странные странные люди непонятные но такие друзья основные основные темы вот этого дня очень хочется конечно чтобы люди на той стороне в разумились сдали оружие приняли все условия российской армии армии освободительницы чтобы на украине водрузился мир покой и российский закон очень здорово что на некоторых администрациях и вообще появляется флаг победы флаг великой отечественной войны тот самый флаг который был водружен над берлин вот этот наш красный флаг вот этот флаг победы 1945 года алая знамя там полка до нашего которое знамя водрузил петров и кантарий над рейхстагом вот это знамя обязательно должно быть и у меня даже вот этому знамени поднялось уважение к этому флагу ведь живем в такое время когда готовимся к празднику до 9 мая победы над фашизмом гитлеровским и в то же время мы каждый день мы с вами русские мечтаем о победе над фашизмом в украине там сейчас идет отечественная война русской армии против но мирового фашизма подкормленного английской и американской разведками вот такие дела у нас друзья вот такое мы героическое время живем с вами и и безусловно мы должны вести дневники все это описывать писать рассказы писать свои впечатления проявлять свою такую жизненную позицию патриотическую в общем все чтобы у нас было классно и тем не менее в россии существует не только не какая-то там пятая канал колонна недовольные сми а существует действительно 6 колонна которые говорят то есть людишки прорвавшиеся во власти постоянно толкающий нашу армию на подписание позорного мира никакого позорного мира с нацистами быть не должно и не может быть всем удачи всем здоровья с вами был дед шурови